Друзья, всем привет! Рад вас видеть на канале Автолайф. Сегодня мы с вами поговорим про наш новый проект восстановления автобуса 1956 года выпуска. И сегодня я вам расскажу про фронт работ, который нам предстоит. Расскажу с чего мы начнем и чем мы будем заканчивать. Работы предстоит очень много, мы на самом деле даже сами не представляем, насколько много. Но начнем со всего по порядку. Погнали смотреть. А, подожди, вот это, блядь, про лайки. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео этого проекта. И погнали смотреть. Как вы уже знаете, у нас есть вот такой вот красавчик 1976 года. Автобус польский Ныса 522. Вот сейчас он в вот таком ужасном состоянии, стоит у меня во дворе. И мы будем его восстанавливать. Что мы из него сделаем, я скажу в этом ролике чуть попозже, чтобы у вас был интерес досмотреть его до конца. Итак, давайте я в лайв-режиме вообще покажу все про текущее состояние автобуса. Значит, что мы видим? Что мы видим? Он весь разукрашен. Да, вот здесь вот есть там пена, да, вот это вот хреновина, она просто держится на пене. При этом она держит два стекла, да, прошу заметить. Значит, колеса у нас спущены, передние. Задние колеса накачаны, как говорит предыдущий владелец. Они накачаны уже лет 20-30, не спускают. Советское качество. Значит, здесь кусок металла мы приварили для того, чтобы школьники не могли забраться внутрь. Хотя, как вы видите, в принципе, это и так можно сделать, да, вот забраться. Вот так вот. Ну, ради какой-то эстетики, да, все-таки этот кусок закрыли. Автобус у нас стоит закрытый. Нужно сюда будет повесить табличку, что автобус там проходит реконструкцию, потому что на самом деле малые залезают, и это очень бесит, потому что они там, ну, как минимум, там трогают, да, вот, по сути, чужие вещи, да, которые здесь находятся в автобусе. Автобус представляет собой сейчас некую кладовку для хранения всякой херни. Значит, сзади, что мы посмотрим? Сзади у нас дверь вот такая интересная тоже. Мы постарались ее закрыть. Вот, фар у нас нет, они были демонтированы. Прошлым летом я подкрасил все это дело, чтобы оно не гнило. Вот, где-то замазал мастикой изнутри. Кстати, и реально не гниет, реально работает. Причем, что цена вопроса мастики той же, ну, рублей 400, вот, на весь автобус. А здесь, я покажу, внутри мы усилили раму. Видите, вот здесь вот металл нужно менять. Как мы будем его менять? Мы будем просто вот здесь вот вырезать цельную пластину и вваривать уже листы металла, да, новые. Ничего сложного. И если все делать в рамках какого-то небольшого бюджета, это реально. Так, значит, ну, тут тоже видим сдувшееся колесо. Ну, вот, давайте я общий вид покажу. Вот так вот выглядит сейчас автобус. Просто на самом деле трэшак какой-то, потому что, ну, вы заметили, что дна нету. Вот, пожалуйста. Мост здесь стоит такой же, как у 21-й Волги, как у Победы. Надпись Танкур, табличка. По-польски, кто расшифрует в комментариях, что значит эта надпись, я подозреваю, что такси. Вот, ну, кто первый комментарий напишет, что эта надпись значит, тот получит 200 рублей на телефон. Смотрите, какой прикол еще. Значит, открываем капот. Открываем капот. Здесь мы видим двигатель. У двигателя вообще полный доступ. Точнее, с салона можно спокойно там ремонтировать двигатель, хоть весь перебрать, да. А здесь у нас, ну, спереди под капотом, ну, не так уж, да. Много здесь есть того, что можно там разобрать. Вот здесь только радиатор, по сути, масляная печка отопительная. И здесь у нас бензобак. Вот, как вы видите, вместо нормального бензобака у нас здесь просто вот канистра. Дальше туда все это дело идет шлангом от канистры к карбюратору. Карбюратор здесь, да и, в принципе, двигатель, да. Настолько все просто, по-советски, да. Вот, ну, вот в дедовском стиле. Что-то перебрать, да, какие-то детальки. Но, в целом, двигатель очень надежный. Мы его в прошлом году заводили. Более того, мы даже передвигались на этом автобусе. Так что, и двигатель, кстати, работал очень ровно, не глох. Поэтому он живой. Он живой. Можно поставить, конечно, какой-нибудь тойотовский. Но, если брать за основу, что мы делаем такой ретро, да, автобус все-таки, то, я думаю, можно оставить и родной двигатель. Так, давайте теперь я покажу автобус внутри. Расскажу, что да как. Короче, как вы видите, я стою на асфальте. Пола нет. Пол был демонтирован в прошлом году. Значит, здесь у нас стоит омывайка самодельная. Снимали тикток. Ссылка будет внизу в описании. Можете перейти, посмотреть ролик. Очень смешной, вот, с омывайкой. Так, здесь у нас вот такая тоже табличка опять. Танкур. Блин, скорее всего, такси, значит. ВДСка там валяется. Здесь у нас тумбочка. В тумбочке всякий хлам. Вот, значит, двигатель. Двигатель здесь 2,3, 70 лошадиных сил. Реально, двигатель вообще в идеальном состоянии. Я не знаю, вот прямо родной, родной он. Мне кажется, что да, работает идеально. Мы обязательно в следующих сериях заведем. Все покажем, что движок реально работает. Все крутится, все вертится. И, в принципе, когда мы вот это все восстановим, там, да, сделаем, там, доделаем раму, сделаем пол, сделаем тормоза, сделаем электрику, вы увидите, что автобус спокойно, да, невзирая на то, что вот он в таком состоянии сейчас ужасном, он будет передвигаться своим ходом. Вот, соответственно, коробка передач. Здесь у нас три передачи. Первая, вторая, третья. А, ну плюс еще задняя. Ну и нейтралка. То есть коробка здесь довольно-таки примитивная, маленькая. Вот, видите, вот моя рука и коробка. Вот, значит, отдельный вопрос по электрике. Сейчас должен подъехать электрик. Вот, посмотрим, что он скажет. Мне кажется, что он скажет, ребят, да идите вы нахрен, потому что смотрите, сколько здесь, да, всего запутано. Блин, это восстанавливать, на самом деле, очень сложно. О, кстати, вот. Вот он электрик подъехал. Так, друзья, короче, электрик приехал, пять минут здесь постоял, как я и предполагал, он просто взял меня, послал и развернулся, уехал. Будем искать другого электрика, потому что здесь все это дело восстановить, это реально очень сложно. Так, хотел сказать про тормоза. Тормоза мы будем ставить сюда от УАЗика, либо от Нивы, какие-нибудь примитивные. Значит, сзади и спереди все тормоза сняты. То есть автобус там, даже если мы заведем, даже если сюда как-то поставим какую-нибудь сидушку, на нем можно будет поехать, но без тормозов. Раму в прошлом году варили с Димой. Дима живет в этом доме. Дима, респект. По-любому смотришь это видео, потому что я тебе его скинул. Так, значит, что мы будем дальше делать? А рама восстановлена, да? Рама, в принципе, восстановлена. Несмотря на то, что она успела прожраветь немного, мы будем делать сверху металлические там листы, да? Я не знаю, это будет делать сварщик, профессионал в этом деле. А поверх мы будем уже делать там, не знаю, например, паркетную доску. Ну, короче, что-нибудь лакшери и из дерева. Давайте вернемся к электрике. То, что здесь полный хаос, это и так понятно. Я вообще сторонник того, чтобы просто вот электрику сделать так, чтобы двигатель заводился, да? Что еще нужно там? Музыку пока можно никакую не ставить. Главное, чтобы там, например, работал сигнал, да? Чтобы ни в кого не врезаться. Чтобы работали фары, чтобы в темное время, да, можно было передвигаться. Да и, в принципе, все. По электрике здесь не нужно делать там что-то глобальное, да? Да, я всех электриков прошу, чтобы сделали самый минимум. Вот, пока электрики приезжают, говорят, что нет, чувак, это вообще полная жесть. За любые бабки не соглашаются что-либо здесь делать. Из автобуса, ребят, скорее всего, будем делать кофейню на колесах. Так что здесь все будет. Вот вы видите все в первоначальном виде, да? Все замазано мастикой, некоторые части ржавые, там стоишь на асфальте, пола нет. Но мы все сделаем и максимально аккуратно, да, вложим сюда деньги. И это будет действительно вот нормальное, комфортное там место, да, вот где продавец будет продавать кофе. Сейчас это вообще нереально себе представить. Но, но, повторюсь, из этого автобуса будет сделана кофейня на колесах. Друзья, ну а в следующем видео мы попробуем все-таки пригласить сюда очередного электрика. Вот, может быть, кто-то, кто смотрит этот ролик из Санкт-Петербурга, если есть среди вас электрики, приезжайте, приезжайте, пишите в комментариях. Давайте снимать контент, давайте делать электрику, да. Я понимаю, что это полная жесть, но, может быть, найдется человек, которому будет в кайф здесь покопаться, да, попрозванивать провода и так далее. Друзья, большое спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. С вами был канал Автолайф. Ставим лайки, подписываемся. Впереди будет много всего интересного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова В общем, как вы сами все увидели, работы предстоит очень много. Начнем мы, конечно, с восстановления электрики Сначала мы его заведем, потом сделаем именно тормоза Ну а дальше будет самое интересное А я прощаюсь с вами, до новых выпусков, до новых встреч, пока! Продолжение следует...